Дядя Лёва Удивительные истории во время этого похода И первая история, которую он рассказывал 5 дней Это была история, которая называлась Дети капитана Гранта Дядя Лёва была по всей мести феноменальная память И он знал эту историю наизусть Может он ее и часто рассказывал детям Но я это слышал первый раз от него И конечно Я в группе других маленьких мальчишек Сидел, открыв рот И вечерами слушал дядю Лёву И наверное это было мое Самое первое знакомство с дальними странами Со всем дальними странами О которых я с вами сегодня хотел бы говорить И тема нашего сегодняшнего маленького разговора Путешествие на край света Мне исполнилось когда 7 лет И я научился наконец-то Более-менее нормально читать Первые книги, которые я прочел, были таинственные монстры Фульверна Где рассказывалось об удивительных людях Очень мужественных, которые все умели делать И знаний, и навыков которых хватало для того Чтобы выжить на необитаемом, абсолютно необитаемом острове И даже построить там какую-то промышленность Своё первое путешествие на край света Я считаю, что он состоялся относительно не так давно Примерно лет 10 назад Это было путешествие в Новую Зеландию Для меня эта страна была и остается Самой что ни на есть стороной На самом что ни на есть краю света Чтобы поехать в такую дальнюю страну Надо было к этому очень серьезно подготовиться В течение примерно трех лет Мы изучали книги, изучали зарубежные каталоги Смотрели и сравнивали У кого же более интересное путешествие Из таких известных метров переключенческого туризма И наконец мы остановились на достаточно любопытной программе Которая была комбинацией Программ Террес Девантюр Одного известного французского оператора И компанией Билл Растрэвэ Лидеров американского рынка Скомбинировав эту программу Мы слепили свою Которую назвали Новая Зеландия Путешествие по Южному острову Почему по Южному, а не по Северному Все очень просто Я встретил еще пару экспертов в Перу И два известных достаточно гида В этом обществе Мне сказали, что Северный остров По сравнению с Южным Совсем неинтересный И конечно надо все смотреть Если у вас есть только две недели На этом замечательном Южном острове Таким образом появилась программа по Новой Зеландии Это была искрометная программа Которая, считаю, одна из лучших наших программ Там есть и Агитасма С его изумительными белоснежными пляжами На которых вы не встретите ни одного человека Потому что тропу надо бронировать заранее И разрешается в Новой Зеландии Чтобы на одной тропе в течение дня Было не больше ста человек И они за этим очень жестко следят С помощью своих рейнджеров Поэтому тропы все эти бронируются За много дней До начала открытия сезона То есть, условно говоря, 1 сентября Скорее всего, все зимние дни На этой тропе будут уже разобраны Также мы собираемся посетить тропу Известную Рутбурн Это одна из самых красивых троп в мире И даже входит во все замечательные рейтинги В десятки лучших тропов в мире И даже одна очень известная Новозеландская авиакомпания Сняла ролик, используя тропу Рутбурн Для рекламы своей фирмы Также в Новой Зеландии Мы, естественно, посмотрим еще пару замечательных мест Кайкора И мы отправимся куда-то в плавание С настоящими морскими дельфинами Мы посетим Ванку С удивительным музеем чудес Который сейчас начинает копировать В Европе, Америке И, говоря, даже в России А также мы еще посетим Замечательную, удивительную пещеру Где мы будем сплавляться По подземной реке В замечательных ватрушках Самое интересное в этом слое Это, пожалуй, свод этой пещеры Потому что весь этот свод пещеры Усыпан с петлячками Которые светятся будто звезды ночью И когда люди выключают фонарики То они ощущают себя Как будто в космосе Среди звезд Замечательная пасть По южному острову Я рекомендую обратить на него внимание И почитать немножко более подробно В нашей каталоге И хочу сказать, что набор в эту группу Уже заканчивается в начале августа Так что я советую вам Обратить на него внимание Если вам это может быть интересно Путешествие сделать вот зимой После Новой Зеландии Мы начали думать дальше Какие еще путешествия на край света Могли бы нам интересны Ответ пришел почти сразу Патагония Патагония это невероятная страна Которая тоже находится практически на краю света Она находится одной своей половинкой в Аргентине А другой своей половинкой находится в Чили И нам Долго пришлось решать задачу Как объединить эти две страны Чтобы посетить за две недели И одну страну, и вторую Увидеть Патагонию аргентинскую и чилистскую Дело в том, что в Аргентине находятся Две самые, пожалуй, известные вершины Для всех альпинистов и любителей скалолазания Это вершина Фицерой Вершина Сера Тора О которой снят был замечательный фильм С совершенно удивительным режиссером Вернером Херцогом А чилийская сторона Представлена не менее знаменитыми Вершинами и пиками Куэрнос И, может быть, самыми известными Которые у всех на слуху Названием Терез Дель Пейн Таким образом, мы решили объединить Одно и второе Что было достаточно необычно Ни один зарубежный кварталок нам даже такого не предложил Но мы решили, что это возможно Пообщались с нашими партнерами Спросили мнения экспертов Они сказали, да, из этого можно сделать интересную поездку Если вам привезет с погодой С погодой нам пока не зло И вот за две недели мы умудряемся посетить И аргентинскую Патагонию И чилийскую Патагонию вместе взятую В конце еще мы умудряемся в сей Буэнос-Айрес И провести там скрометную незабываемую ночь Но это уже отдельная тема разговора Совсем недавно я вернулся еще Из одного крайне удаленного от нас уголка Или края света Это место называется Аляска Нам посчастливилось подняться на самую высокую вершину Аляски И Соединенных Штатов Америки А еще, естественно, и северно-американского континента Вершина, которая у нас известна Как вершина Макинли Ну, местные индейцы И восходители ее называют Данали Это было тяжелое восхождение, безусловно Я очень хотел бы поздравить всех Кто смог совершить подъем на эту вершину Успешно Я поздравляю всех тех, кто был вместе с нами на горе Я выражаю особую благодарность нашим гидам Которые были с нами на горе Я выражаю огромную благодарность И спасибо, и низкий поклон Тем, кто ждал нас дома И тех, кто ждал ребят, которые уехали на Аляску И переживали, и сочувствовали Все, вам огромное спасибо Ваша поддержка для нас очень важна И могу только сказать одно Что если вы решили когда-нибудь поехать на Аляску Обращайтесь к нам, мы вам поможем Расскажем, как это сделать И как сделать ваше путешествие на Аляску Не забываем На этом я сегодня прощаюсь В этот жаркий летний день Всем спасибо и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok